Добрый вечер. В театре есть такой прием, когда нужно изобразить шум толпы на сцене. Нужно что-то произносить, поэтому желательно, чтобы актеры массовки не выкрикивали никаких особо резких фраз, и был вот именно такой шепчущий рефрен. Актеры произносят обычно фразу «что говорить, когда нечего говорить». Вот там выходит 5, 10, 15, 20 человек, они говорят «что говорить, когда нечего говорить», «что говорить, когда нечего говорить», и в зале слышится какое-то вот такое колыхание голосовых связок толпы. У нас в Государственной Думе, в министерствах довольно регулярно возникает ситуация, когда говорить абсолютно не о чем. Но мы же настолько мастерски решили все вопросы, наша пирамида, наша вертикаль, она так блистательно управляется одним человеком, что куда уж дальше-то, что-то можно придумать. Поэтому говорить не о чем. Но регулярно приходится. Если помните, конец прошлого года в числе прочих итогов имел очень интересную дырку от бублика под названием «Закон о роскоши». Вот те самые налоги на роскошь, которые много обсуждали. Практически все полугодие второе ушло на борьбу с роскошью, на определение критериев роскоши. И все уперлось в Минфин, обязанность которого была подвести итоговую черту и определить уже непосредственно ставки. Нужно было это сделать до 10 декабря. До 10 декабря Минфин ничего такого не сделал. Он был занят в Министерстве финансов. Слушайте, не мешайте работать Минфину. Там есть чем заняться. И вот теперь Минфин, как пишут средства массовой информации, с нуля заново сел за эту важнейшую для страны работу. Он по-новому пишет закон о налоге на роскошные автомобили. Очень интересно подоплека, как именно объясняется, почему с нуля. Потому что предыдущий проект закона не выдержал критики общества и экспертного сообщества и властных структур. Вот это что-то совершенно новое. Закон о налоге на роскошь не выдержал критики, а закон подлецов у нас критику, судя по всему, выдержал. Поэтому закон подлецов у нас взяли и приняли. Интересно, почему закон подлецов у нас приняли, несмотря на легкую критику общества, а вот закон о налоге на роскошные автомобили не приняли, отправили на доработку. Разница вот в чем. Но предположу, закон подлецов затронул интересы одного конкретного человека. Причем этот человек обладает достаточными полномочиями для того, чтобы топнуть ногой и сказать «сделайте». Пойдут и сделают. А закон о роскоши, он касается тоже достаточно серьезных людей. Но их все-таки побольше, и им можно дать возможность побороться друг с другом, потому что здесь как раз говорить-то не о чем. Понятно, что пчелы против меда. Но, с другой стороны, закон подлецов однозначен, он требуется, он необходим. А вот тут как раз можно поговорить. Давайте определим критерии. И Минфин находится на стартовой точке определения критериев. Что такое роскошь? Он считает, что в отношении автомобиля роскошь исчисляется по количеству лошадиных сил. Почему? А эксперты предлагают исходить из цены. Вообще-то, когда покупаешь дворец, как-то понятно. Сколько там миллионов-то? Пятьсот? А, ну, наверное, роскошь. То есть все-таки это не шестисоточный домик, стоимостью в три рубля, сделанный из собачьего нуры путем новейшей реинкарнации и крыши, которую ты украл с соседского забора. Это роскошь. Как исчислять? А вот боязнь исчислять. А с другой стороны, хочется. Почему Минфин, например, уцепился именно за лошадиные силы? А потому что лошадиные силы с годами не иссякнут. Это надежно. Вот взяли они планку 410 лошадиных сил. Все, что свыше, это роскошь. 410 лошадиных сил бывает у автомобиля в любом возрасте. Когда он свеженький, только что купленный 410. И когда он старый, ему 25 лет, у него тоже 410. Поэтому ставка налога, никуда ты от нее не денешься. У тебя есть стабильный критерий, мощность. А если брать цену, для того, чтобы уйти от налогов, нужно первичную покупку автомобиля устроить, например, за счет государства. То есть это будет какой-нибудь тендер, госзакупка, федеральные средства. После чего машина по амортизации перепродается во вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые руки. И седьмым оказывается владелец гешефта и автомобиля. Он купил его не роскошным. Потому что у него 700 лошадиных сил. Но он купил его по цене жигулей. Все. Это называется обломись. И в этом отношении Минфин, в общем-то, выглядит достаточно конкретным и искренним в борьбе за рубль, который пытается выдрать из кошелька самого себя. То есть здесь есть определенная логика. Да, лошадиные силы не иссякнут, цена иссякнет. Но критерий в роскоши нет. И вот когда сейчас идет разговор о том, что Минфин, давайте возьмем покупную цену, то тоже сразу начинается путаница. А как мы будем ее определять? Обратите внимание на ситуацию, которая себе позволяет таможня. Ты привозишь какой-то товар на таможню. Предположим, это деталь будущего какого-то электронного прибора. Например, вы в нашей стране решили делать сотовый телефон. Ну, сдуру. Вот такая у вас мысль. Вы решили наградить отчизну отечественным брендом, производящим сотовые телефоны. Вы привозите количество деталей, всю номенклатуру необходимых деталей. И говорите на таможне, слушайте, она стоит по одному центу. Вот каждое это сопротивление, каждая микросхемка. Цент. Таможник тебе говорит, что ты взял? У меня тут каталог есть. Я сейчас тебе сам цену назову. Вот тут вот написано, что она стоит от одного цента до 100 долларов. Ну, возьмем в среднюю. Значит, вот эту каждую деталь я назначаю по 50 долларов. Все, ты банкрот, можешь даже не начинать. Собственно, почему у нас в стране много чего нет и много чего никогда не будет? В том числе потому, что у нас существует таможня, вот в том виде, в котором она существует. Причем, примечательно, один из бывших руководителей таможни, оказавшись уже на безопасном расстоянии от кресла, сказал, что таможня — это не силовая структура, как мы все думали. Это сфера обслуживания. Вот эти вот люди, они нас обслуживают, оказывается. Вот ни за что бы не догадался. Так вот, Минфин сейчас пытается понять, что такое роскошные автомобили, насколько здесь справедлива попытка привязаться к лошадиным силам, аккуратненько выслушивает экспертное мнение, которое ему нафиг не сдалось, но не нужно ему никакое экспертное мнение. И потихонечку, вот в процессе обсуждения, выплывают удивительные особенности. Мы с вами помним, закон обсуждался, да? А мы помним, что он касался яхт, а мы помним, что он касался снегоходов и мотоциклов. И вот здесь Минфин опять-таки выходит на свою любимую дорожку лошадиных сил, потому что он говорит, давайте так, вот 150 лошадиных сил для мотоцикла или, например, для снегохода, дальше идет роскошь. А если цена? Цена-то на самом деле логичнее и справедливой. Но опять-таки, привязка к лошадиным силам, она гарантирует стабильность налога. Машина может быть старая, но она может быть по-прежнему мощная. Но именно здесь заложена уже социальная несправедливость. А если у машины просто большой мотор, а она при этом является драндулетом? А если она ввезена такой? А если она оказалась на нашей территории давно такой? Вот она давным-давно уже такая, а лет ей как раз 20. А мощность у нее, это ведь сейчас мы говорим 410 лошадиных сил, мы не знаем, что именно будет определено роскошью. Например, 300 лошадиных сил или там 250 лошадиных сил. Знаете, такую машину Chrysler 300C или 300M. Что означает 300? 300 это мощность. Как раз когда американцы взяли и в семейный седан воткнули мотор мощностью 300 лошадиных сил, им так понравилась эта идея, что они не стали придумывать название, имя, модели. Они поставили цифровой индекс, обозначающий мощность. Это роскошь? Это 300-й Chrysler роскошь? Вот этот вот Тарантас, который дорогу не держит, у которого непонятно как передача включается, брутально выглядит. Но это не роскошь. Это американское представление о очень своеобразном автомобиле, который роскошью не является. Это Шерпатри. Это такая машина-такси. Но у нас, если что, Минфин хвостиком бельнет, она станет роскошью, и будет непонятно, что с этим делать. Но хорошо, предположим, что так или иначе разобрались. В основе каждого налога лежит что? Попытка снять какое-то количество денег с тех, кто по какой-то причине вдруг себе позволил, неважно что. То есть налог — это грабеж средь бела дня с оттенком справедливости под прикрытием государства. Государство говорит, а я считаю нужным обложить тебя. Помните, как в Москве? Налог на кондиционеры дома. Лужков хотел сделать. Ну, нет денег, а хочется. Сказали, слушай, не надо, а вот тут тебе точно потом башки не сносить. Вот, предположим, Минфин принял этот самый налог. Автомобили теперь, яхты, яхты туда же попадают, мотоциклы, скутеры, имеющие определенные параметры, обозначаются роскошью. И что происходит? Происходят две вещи. Первое. Те, кто понимает, что завтра он попадает под эту ставку налога, перестают их покупать. Вариантов много. Аренда, юридическое лицо, неважно. Но это не мое, я взял покататься. Он как у Жириновского, откуда у вас майбух? Это не мой, мне его подарили. А откуда он у того, кому его подарили, а ему тоже его подарили. Короче, говорят, встаньте, это не мой майбух. И этот налог, он сразу дает возможность избавиться от него. То есть люди уходят, не собираются то количество денег, которое нужно. Тем более в этом налоге все-таки единственный оттенок здравомыслия, он с таким легким намеком на социальную справедливость. Вот ты жлоб, ты богатый, поэтому мы тебя обложили налогом на богатство, на роскошь. Ты там заплатил, и мы уж так и быть, как общество от тебя отстали. А я этим не пользуюсь. Ребята, а это не ко мне. Это сразу уже не ко мне. Это мне не нужно. Я это не заказывал, я это не брал. Я этим не пользуюсь, у меня этого нет. Либо второй вариант. Вот что делает, например, официальный дилер, который утром просыпается и вдруг выясняет, что он торгует роскошью. Ну, потому что либо цена колыхнула в ту или иную сторону, либо наконец приняли ставку по мощности двигателя. От этого изменится стоимость товара или нет? А откуда берется стоимость товара? А стоимость товара, она всегда берется из одного места. Она всегда берется с потолка. Поэтому прямой взаимосвязи между тем, что сейчас натворит в очередной раз Минфин, и тем, как это скажется на товаре, на стоимости его, в принципе нет. Приятно другое. Приятно то, что этого закона не будет. Обсуждать его будут многократно. Возвращаться к нему будут много раз. Закон не примут никогда. Перерыв на новости. Наша с вами любимая радиостанция принимает звонки по телефону 65 10 996. Очаровательный вопрос на сайт пришел от моего тезки Сергея. Откуда пошла мода в машинах сделать сзади один фонарь заднего хода и одну противотуманку? Она пошла от тех самых времен, в первую очередь именно от фонаря заднего хода, а на самом деле еще даже от вообще какого бы то ни было фонаря, который тоже был один. Это по прожиточному минимуму. Когда возникла идея как-то машину обозначать, чтобы сзади на нее не наваливался другой автомобиль, или не дай бог какая-нибудь повозка не нанизалась, тогда ведь лампочка это было сложно, а проводка это было просто невероятно головоломной инженерной задачей протянуть провода через машину. Это было очень сурово, поэтому лишнего никто себе ничего не позволял. И дворник был один, только у водителя, причем иногда механически его нужно было рукой просто крутить, такая щеточка, и всего было по минимуму. Вот насколько это было возможно. И так, собственно, и сформировалась идея обходиться этим, потому что, ну, две лампочки тебе уже, наверное, не надо, две противотуманочки тоже, наверное, не надо, ну и так далее. Итак, Виталий, здравствуйте, вы у нас сегодня первый. Алло, добрый вечер, Сергей. Здрасте. Рад, что дозвонился. И я рад, что вы дозвонились, Виталий. Сергей, у меня такой вопросик. Я пересел на нас Ford Focus 2-го, двухлитрового. Вот, на нем за три года набежало 300 тысяч, и было очень много поломок. Пересел сейчас наш Skoda Yeti, 1.8 TCI. И многие знакомые мне намекают на то, что этот двигатель тоже ненадежный. Будут у меня некие проблемы с турбилой там и со всем остальным. Вытекающим. Скажите, Виталий, во-первых, вы же человек взрослый, и к чему такая мнительность? Понятно, что вокруг есть экспертное сообщество Друганов, которые, если надо, возьмут нежно за Лацкан и скажут, да ты чё, ну, надо было брать Мерседес. Но мы с вами пока не готовы, Виталий, брать Мерседес. А что у вас... Нет, про Ford Focus тоже говорили, надежная машина, а у меня на 40 тысячах разорвала коробку, потом на 100 тысячах перебрали двигатель, потом все привода, все подвели. Ну, грубо говоря, так все пошло в комнату у меня. Виталий, а... Вот уже сжимал. Расскажите, а как же вы эксплуатируете машину? Что у вас за экстрим такой, что коробки рвет и накрывается мотор? Это ведь неспроста. Просто езжу очень много. Понятно, 300 тысяч, это шикарный пробег, но на 40 тысячах коробку просто так не рвет. То есть вы ездите... Мы брать сказали заводскую, поменяли по гарантии тогда. А мотор? Двухлитровая ручка. Ну, мотор же вам тоже перебирали, вы сказали. Да, мотор, это я не доследил, масло в кладбище повернул. А, то есть в данном случае машина ни при чем? Да, но там ничего, лампочка не загорелась, грубо говоря, вот так. Ага, понятно. Ежедневный уход, помните, как нас с вами учили? Да, да, я в окне смотрю масло. Ну да, понятно, после такого. Вообще, вот Шкода Йети и мотор Ти Исаевский, это очень интересная технология. Тем более, Шкоде оставили всего одну турбину, в отличие от Фольксвагена, у которого их целых две. И Шкода, она терпеливая, но она, конечно, требует, чтобы вы регулярно заглядывали. И чтобы вы работали при этом труботаймером. Ежели что, чтобы они сразу ключик выдергивали и не убегали от машины. Но вообще-то Йети... То в фольксваген это обязательно ставить или достаточно просто подождать? Не-не-не, не обязательно ставить, просто подождите. Просто подождите. Но мотор 1.8, он нормальный мотор. Я уж не знаю, хватит ли вам его ровно на 300 тысяч. Но, в принципе, он как раз на это рассчитан, чтобы прожить с вами эти самые 300 тысяч. И мотор 1.8 TSI, он у них успешен. Хотя я знаю одного не очень счастливого в отношении автомобиля, абсолютно счастливого в отношении семьи человека, у которого этот мотор стоит в Октавии. И жена у него с легким недоверием относится к мужу, подсунувшего ей такую ломучую машину. Но вообще 1.8 хорош. Хотя, Виталий, что-то меня терзают смутные сомнения. Как-то вы ездите так масштабно по экватору, носитесь с колбасой, что вот тут, наверное, любая машина, попавшая к вам, она попадает в ситуацию худшую, чем к заводскому испытателю. Не понимаю, сейчас я уже по меньше езжу. То есть вы тихонечко пыл страстей пригасили, и теперь к машине... Пыл страстей вы немножко пригасили, и теперь позволяете себе к машине относиться более трепетно. 300 тысяч, да причем так, чтобы двигать или коробку, Виталий. Ну, вы суровое испытание для машины. Константин, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. У меня ситуация следующая. Дилемма, значит. Вот я езжу на цирике, восьмого года на механике. Проблем никаких. Пробег 200 тысяч. Ух ты, хороший пробег. Да, причем я езжу каждый день, вот где-то километров 200-230 каждый день. Значит, и вот у меня товарищ уезжает из страны, у него леха стоит 250. Вот, я как-то вот с шестого года 150 тысяч, то есть я машинку эту знаю, сам ее тут по сношенным компаниям проводил, занимаюсь страхованием. Вот, вот стоит оно вот поменять цирик на механике. Вы меняете класс машины, если бы вы пересаживались на новую, конечно, это нужно было сделать однозначно, а здесь... Извините, Сергей, вот новую я даже вот смотрю, я даже вот как бы вот не знаю, что брать. Вот цирик покупать новый за сколько он там, почти 800. Так что вот вообще не вижу смысла. Правильно, согласен. А вот поменять вот, как говорится, шестого года цирик на Lexus 5, точнее, цирик 8 на Lexus 6 года, то что там, что понятно, что я бы его по объявлению бы никогда такой не покупал. Да. Вот. А в принципе за эти же деньги, может быть, с большой доплаткой товарищу, вот такая вот у меня мысля. Константин, я бы рискнул, потому что это просто интересно. Это другой класс автомобиля, это другой вообще подход к конструированию автомобиля, потому что Honda и Toyota, они антагонисты, они одно и то же видят по-разному. Им яблоко подари, они скажут, что оно разного цвета, разные формы, вообще это даже не яблоко, скажет один из них. А вот скажите, вот такая вот, правильно ли такое утверждение, что вот, ну я как бы исследую это утверждение, тем более у меня были раньше Toyota, и там Camry, и Mark 2 у меня был. Вот правильно ли утверждение, что Honda, она любит, вот когда ее дерут, когда ездят на пределе, на высоких оборотах, то есть вот те, кто, собственно говоря, ездит, там я кручу движок, вот все эти 200 тысяч, там до 5 тысяч, до 4, то есть это как бы нормально. Вот, а Toyota, она наоборот, вот не любит вот такого резкого отношения, как это утверждение. Константин, вы очень интересно сформулировали, потому что любит или не любит, на самом деле зависит от того, заставите вы ее это полюбить или нет. Это как в анекдоте про кота, которого заставить горчицу есть. Обратите внимание, ест и даже с песней. Как вы помните, там был найден вариант. То, что у Хонды крутильные моторы, работающие в верхах по полке крутящего момента, да, Хонда в этом отношении, она пытается в автомобиль привнести мотоциклетную технологию высоко-высоко оборотистых моторов. И у них эти моторы, они с готовностью относятся к подобному стилю езды. А вот насчет любят, да, Хонда, Хонда, вот насчет любят, вот это уже как приучите. Вы свою приучили, а масса, например, трепетных барышень на точно таких же Сивиках, как вы, только красного цвета, они ездят шепотом, они тихонечко крадутся по стеночке, и если им сказать, что можно крутить мотор аж до шести, они на вас с полным непониманием, знаете, они пойдут просто лучше курицу еще раз пожарят. Ну, Хонда, конечно, вообще самолет, я очень доволен. Более того, вот, ну, как-то, вот, прям вообще-вообще, это первая моя Хонда. И вот еще, единственный, последний вопрос, скажите, вот, ну, вот этот Tower S у меня был, я, честно говоря, на нем три раза чуть не убился. На BMW? Потому что на Tower S, вот, Mark II. А, просто не слышу, да. Сил много, задний привод, ее прямо из-под меня выкидывало, вот, это у меня был с 96-го года автомобиль, вот, и насколько вот, ну, Toyota, в частности, вот, Lexus, они вот продвинулись в этом направлении, то, чтобы машина из-под тебя не вылетала, как говорится, когда разгоняется на жиже. Тем более у AS-ки там тоже те же силы, в общем-то, 206 там, по-моему. Знаете, Toyota, может быть, и готова была бы швырнуться из-под вас автомобилем. Но тут стоят такие мрачные ребята, они называются экологи, они так аккуратненько достают протокол и говорят, слушайте, а вообще-то евро-6. А то, что по евро-6, оно уже не такое. Там уже по бумажке смотришь и думаешь, ах, какая чума. Вот сейчас как раз два дня тому назад закончился всеевропейский тест-драйв нового Mercedes-E, у которого на тест журналистам выкатили AMG-шную версию. 500 лошадиных сил, вы не поверите, стоит на месте и даже не шевелится. Такое ощущение, что там 400 лошадей сбежало в отпуск, осталось 100, а 100 с этим не справляются. По документам просто аж хочется сразу взять за холст масло и написать портрет. А когда едешь и думаешь, да, лучше бы я мороженого купил на эти деньги, больше бы удовольствия было. Поэтому ваш морковник, конечно, он стрелял будь здоров как, но морковник, он вообще-то для кого? Для тех людей, которые внимательно взяли пакетик из плотной-плотной бумаги, свернули из него кулек, включили фильм «Крутой форсаж» и, роняя в этот кулек сладкие слюнки, поняли, что без этого они жить не могут. Для всех остальных морковник не подходит, причем неважно какой, что ваш, что последующий, потому что, ну, это довольно много этих машин. Если вы не фанат, если вы даже не человек с легким оттенком психопатии, тогда морковник вам не нужен. А прямое сопоставление лошадиных сил марка второго и нынешней АЭСки, оно, к сожалению, не говорит о том, что здесь можно ставить знак равенства. Знака равенства между ними уже давно нет. Вадим, здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Я являюсь поклонником баварской марки. Знаете, этот диагноз практически неизлечим. Могу вам только постоять рядом, если хотите, посочувствовать и порадоваться за вас. Ну, вот поменял 39-й кузов на 61-й, на дизель двухлитровый. Ух ты. Весна удовлетворен машиной, но вот эта зима показала, что будет не лишним полный привод. Вот, и у меня вопрос такой. Вот пятерка X-Drive, у него платформа X-5 или нет? Или там все свое? А вообще пятерка и семерка, это одна платформа? Нет-нет-нет, пятерка BMW имеется в виду седан или это универсал. И X-5. А, и X-5. X-5, полноприводную пятерку. Все понятно. Да-да-да. Она... Знаете как, вот совсем фанаты марки, они не признают того, что одно родилось из другого. Инженеры, которые читают любой справочник очень пристально с калькулятором в руках, они говорят, вы знаете, ну вообще-то степень унификации достаточно высока. И этот спор, это вот как то же самое, как по поводу любого двигателя. На одном и том же двигателе, условно говоря, ездит пол Европы. Двигатель один и тот же стоит у Jaguar, у Ford, у Peugeot, у Citroёна. И каждый производитель говорит, да нет, ну что вы, это совершенно другой мотор. Там ничего общего. Но я помню эту историю. Хотя, на самом деле, это абсолютно один и тот же двигатель. Поэтому X-5 и пятерка, да ну что вы, между ними ничего общего, кроме вот этого, вот этого, вон того, вон того, вот этого еще, и вот этих трех ящиков остальных запчастей. А так, нет, ничего общего. Совершенно разные машины. Как принято у BMW. У BMW же все разные, ничего не повторяется. Даже просто пятерка и просто семерка, совершенно разные машины. Перерыв на новости, с сожалению. Мы продолжаем приятно выбирать друг другу автомобили. Телефон для выбора 6510996 у нас на линии Пётр. Здравствуйте, Пётр. Здравствуйте. У меня вопрос, что вы скажете купить versus X3? Или, может быть, вы вообще посоветуете что-нибудь другое, но так, чтобы точно не вылезать за 2 миллиона? 2 миллиона позволяет вам купить практически весь земной шар. Очень многие производители как раз мечтают, чтобы вы с этими двумя миллионами к ним пришли и сказали «Здравствуйте, меня зовут Пётр». После чего они бы вам уже предложили, устроили парад «Алле». Купят и сам по себе хороший автомобиль, но вам нужно просто по городу и просто иногда въезжать к себе во двор или как? По сути, да. То есть нормальный городской кроссовер без каких-то спецзадач? Да. Ну, вы же посмотрели за 2 миллиона аналоги. Но почему-то вы вот именно на «Ауди». У вас с «Ауди» какие-то давние трепетные отношения, наверное. Нет, просто очень нравится. Пётр, тогда не смотрите в сторону других автомобилей, потому что самый главный критерий в выборе автомобиля – это когда нравится. И неважно, вам будут говорить «Да ты что, Петя, там было…» Пётр, извините, но можно было взять другое. Не слушайте никого. Когда нравится, надо брать. Когда нравится, служит дольше, летит дальше, чувствует себя хорошо. Ну, позицию понял, да. А всё же вот про «Х3», который мне не нравится, но который все хвалят. «Х3» хвалят не все. «Х3» хвалят апологеты BMW и 14-летние мальчики, которые прочитали про эту машину в рекламном буклете. «Х3», знаете как, так уж получилось, что у неё сзади написано «ХЗ» специально для нашего рынка. И до сих пор она не смогла перевестись на латиницу и доказать, что она не «ХЗ», а «Х3». Первое поколение «Х3» было действительно более интересным. Оно было более драйверским, у него была нормальная подвеска, она держала неприятности нашего бытия и, в общем-то, очень даже хорошим автомобилем прослыла. А нынешняя «ХЗ», она стала повальяжней, она изо всех сил BMW, но это другой автомобиль. Это такая легковушка, неплохая, но вам нравится «Купятая». Абсолютно правильно то, что вам нравится «Купятая». Тем более, у «Купятой» единственное, что нужно не ошибиться с цветом, потому что чем она темнее, тем она размывается в очертаниях. И красота «Купятой» ещё напрямую зависит от диаметра дисков. Чем больше диаметр, тем она шикарнее. Но с этим просто сложно жить, поскольку мы же знаем, что у нас Собянин упирается персональной лопатой с утра до ночи в новый асфальт, а он почему-то вместе со снегом сходит, и на больших, хороших колёсах это такая же сопоставимая большая проблема. Тут любопытный вопрос пришёл с сайта по поводу «Махава». Киа «Махав», Владислав, вам этот автомобиль интересен? Этот автомобиль действительно интересен. «Киа «Махав» — это уникальное совершенно явление. Мало какая фирма позволяет себе делать нечто подобное, потому что это один из немногих, воистину уникальный кроссовер, в общем-то, легковая машина на раме. Вот раньше легковые машины делали на раме, и последним был из «Магикан» «Шеврале Каприз Классик». То есть такая чугунина, упакованная в нормальную человеческую обёртку, с серьёзным мотором, задним приводом. Рама там была, скорее, данью традиции, не особо подтверждала здравым смыслом. «Махав» — это машина легковая. Она не то, что не внедорожник, она даже не очень кроссовер. Она на раме. То есть у неё подвеска сделана корейцами в расчёте, видимо, на то, что можно ездить сначала по Сеулу, а потом через какое-то время по Пхеньяну. По Пхеньяну пойдёт нормально. В Пхеньяне асфальтик так себе, в Сеуле получше. У этой машины фантастические моторы. Дизель у неё потрясающий. У неё очень хорошая коробка. Корейцы здесь очень серьёзно поработали. Вообще корейцы сейчас об этом уже никому не говорят, но был у них период, когда они как раз из концерна «Хюнде Киа» серьёзно опирались на наработки предыдущих веков немцев. Они совершенно официально в альянсе с ними делали свои моторы. Они учились, они научились этому. А сама по себе Корея — это страна горная. Она немножко похожа на Кавказ. Она похожа, например, на столицу Сеул. Она похожа на Тбилиси. Такая вот по ландшафту, по гористой местности. Ровных участков нет. Для того, чтобы скрестись по горам, в общем-то, достаточно просто полного привода. Потому что это не какие-то сверхразрушенные горы, где нужно через скалы и прорубаться. Нужно просто ехать. И для них это внедорожник. По нашим меркам, это просто легковая машина. Это разница идеологии, а также климатическая разница. Виктор, здравствуйте. Это вы. — Добрый вечер. — Здрасте. — Хотел поинтересоваться вас по поводу Хонды Кросс Туров. Что скажете? Машина, на мой взгляд, какая-то новая. И как-то она выбивается из общего ряда автомобилей этой марки. Хотел услышать ваше мнение. Потому что я, честно говоря, теряю. — А вы прокатились на ней? — Да. — Мотор понравился вам? — Мотор шикарный. Мотор хороший, но не есть один минус. Это по нашим, как-то, по лошадиным силам очень дорого выходит. — Да, да. Ну, Хонда делала эту машину. Вот представьте себе. Сидят в офисе японцы и палочками едят рис. Ковыряют свою сверхневкусную еду. Сказки о том, что у японцев вкусная еда, придумали наши, потому что нужно было как-то маркетинговую идею эту продвигать. Вот в Японии еда — это комбикорм. У нас гораздо вкуснее. Вот они сидят, едят, а мимо них проезжает нечто. Называется она BMW X6. Они настолько изумились этому. Они ведь очень хорошо интерпретируют чужие идеи. Иногда не очень хорошо. Но додуматься вот первоначально самим практически никогда не удавалось. Японцы сами лично изобрели не так уж и много. Ну, если быть совсем правдивыми, то они не изобрели практически ничего. Но чужие мысли они доработали блистательно. Они увидели X6. Они были потрясены. Они не знали, что такое бывает. Они посмотрели, и вдруг выяснилось — это продается. Они не поняли, что это продается только потому, что оно BMW. И BMW, можно простить такой эксперимент, у BMW лояльность аудитории гораздо выше. Honda решила сделать то же самое. У них получилась не X6, а у них получилась победа Panamera. Потому что по сути своей эта Panamera едет шикарно. Мотор потрясающий. Причем в этой машине удобно ехать. У нее очень хорошо настроена подвеска. Нормально настроена. Для американца, машина американская, для американца это большая редкость. Они по подвеске поработали. Они попытались учесть европейскую школу. Ну, вообще-то, поскольку дело для американцев, а американцы ребята непредвзятые, а американцы тоже ничего не понимают в кулинарии и едят свои Big Mac'и, для них и так сойдет. Для нас с вами, ну, при прочих равных условиях, потрясающая экзотика. Да, вы едете, у вас всех спрашивают, а где вы это взяли? Но за эти деньги, тем более с нашими московскими ставками налога, ну, не бесспорное приобретение. Но абстрагируясь, едет классно. Мотор замечательный. Все остальное, ну, под большим вопросом. Я понимаю, что японцы были потрясены. Это потрясение сохраняется в их сердцах по сию пору. Владимир, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Езжу на Туареге, Volkswagen. Правильно делаете? Дизель трехлитровый, не 245, а 240 лошадей. Еще предыдущий двигатель. Правильно. Вроде всем устраивает машину и взял ее для разъездов. Накатываю где-то в год порядка 80-100 тысяч. Ничего себе. Ну да, езжу по России. Вот сейчас из Питера в Москву еду. Ну, ругаюсь в очередной раз и так далее. Машина, в принципе, всем устраивает. За исключением, наверное, маленького, на мой взгляд, маленького, маловатого для меня багажника. Вот. Ну, наверное, собственно, и все. Ну и, наверное, то, что впереди висит имблема Volkswagen. Наверное. А какая должна висеть в мечтах, Владимир? Ну, меч никаких нету, потому что я, наверное, могу себе позволить. Поэтому не мечтаю. И брал машину как разъездную. Но, учитывая, что багажник маловат для меня, сейчас вышел новый GL. Да. Вот. Попробую купить его. Но, когда покупал Volkswagen, хотел купить Q7. Не купил только потому, что она была старая. У меня вопрос. Сейчас купить GL, либо дождаться, когда выйдет Q7 новая. Почему дождаться? Ну, GL сейчас я рассматриваю на дизеле. Да. GL продается дизелем, который не очень комфортен по налоговому вложению. Да. Вот. Машина, скажем так, тяжеловатая. Всем, наверное, все-таки будет полегче, учитывая, что в авоську напихает алюминия. И, я думаю, будет тяжелее. Учитывая двигатель, скажем, послабше, ну, и тянуть будет получше, учитывая, что легкий двигатель, опять же, стремится. Ну, чуть-чуть. Это, знаете как, это, скорее, ощущение и попытка заговорить самому себе зубы. Потому что, по факту, не настолько это все разнится. GL это интересно, Q7 это интересно, а еще должен быть в вашем все-таки списке Cayenne. Нет, не рассматриваю Cayenne, потому что, ну, скажем, для меня возможен Cayenne. Вот я, например, мне нравится X5, но я не могу на нем ездить, потому что он жесткий. Я хочу его иметь, например, на разноразмерных колесах, но у нас, скажем, за пределами Москвы большая клеенность. И ездить, ну, не очень комфортно. Хочу X5 с порогом, но не хочу пачкать ручину, когда сажусь. И так далее. Так что машина неприемлема для меня. Cayenne, скажем так, я не хочу, например, покупать Cayenne дизельный. Потому что, как сказал, извините, ваш коллега Джерми Кларксон, я, покупать дизельный Cayenne, он, правда, сказал про Range Rover, я не пойду в стрип-клоп. Я лучше пойду домой. Для меня стрип-клоп танцует мама, она же тоже женщина. Спасибо вам за сравнение с Кларксоном. Это просто приятно. Я это рассказываю, потому что, если покупать Porsche, то покупать его, естественно, с хорошим двигателем. И брать, скажем, прожорливую машину для разъездов и для убивания по дорогам, в моем понимании, наверное, не совсем логично. Хотя вы скажете, ну, Q7 и GL это, в принципе, тоже как бы недешево, но это все-таки дешевле, чем Porsche. Пускай они намного, но тем не менее дешевле. И машины, скажем так, ну, Porsche, если брать на Западе, покупают ли те, которые состоялись? А мне еще пока 35. Ну, вы очень неплохо в 35 состоялись. И не потеряв вкус, тем не менее, приобретя респектабельность, вы не обменяли эту респектабельность на хороший вкус. А Каен, он чем примечателен? Тем, что он отточенный по езде, по управляемости. То есть вот многие его воспринимают как просто дорогую шубу, а на самом деле это очень классная, теплая, удобная шуба. Вот Каен только по этой причине. Я не пью, а советую Каен, я вначале спросил, сказал про багажник. А багажник у него такой же слабенький, и, собственно, и у Q7 он тоже на пару сантиметров больше. А тогда, если мерить машину багажником, то вы подбираетесь вплотную к GL-у, либо потом идете и покупаете себе, например, Skoda Superb, Laurina Clement, а там багажник, будь здоров какой. Думаю, нет, не тот вариант. Не тот вариант. Ничего не менее, GL или ждать Q7? Или ждать Q9? Ну нет, наверное, это долго, а потом как бы там еще пока Вилл Мин в воде писано. Да, да, действительно Вилл Мин в воде писано. Знаете, ну вот GL есть уже сейчас, а Q7, вот он рано или поздно появится, потом вы еще год ждете, чтобы не попасть на роль водителя-испытателя. И только после этого, тихо провожая грустным взором GL, который уже тоже потихонечку состарился, вы появляетесь в потоке на новенькой Q7. Расписали, я понял. Серьезного выигрыша, Владимир, у Q7 вот по багажнику все равно не будет. Нету его там, просто нету. Но оставаясь в семье Volkswagen и пересаживаясь с Тварега на Q7, с одной стороны, это невызывающее, с другой стороны, в этом еще есть элемент практичности. И это разумно. Да, вот Q7, это совершенно верно, некий такой, скажем, компромисс разумности. Разумность и, скажем... Перервемся, Владимир, на новости. Спасибо вам. И, кстати, на рекламу. Очаровательная требовательность проступает в вопросе с сайта, заданным Александром. Второй раз задаю вопрос. У меня Vector 2008 года 1.8 на ручке. В целом доволен, но низковат клиренс, в связи с чем, наконец-то сломал половину юбки этой зимой на просторах страны. Сейчас размышляю над покупкой кроссовера, но останавливает маленький пробег порядка 45 тысяч. Стоит ли менять, могут ли возникнуть проблемы в обозримом будущем? Александр, в обозримом будущем вам предстоит сломать, наконец, вторую половину юбки, после чего ваша машина приобретает блестящую, великолепную геометрическую проходимость. И вы нормально ездите дальше, потому что какой смысл вам менять машину? И, кстати, когда вы говорите про Vector и клиренс, ну, видимо, вы все-таки ездите по лесу, потому что у Vectra на ее большом колесе очень все неплохо с преодолением нашей русской действительности. Так, Евгений, это вы. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Думал, нереально вам дозвониться, оказывается, все реально. Да не все реально, Евгений, ну что, свои ребята, ну сядем поговорим. Какие проблемы, Евгений? Очень правильная у вас передача, спасибо. Вот, перед тем, как вопрос дать хотел похвастаться. Я езжу на Octavia 2001 года чешской сборки на 1.8 Turbo. Ух ты, сколько пробежало? Сейчас вот сижу в машине 347. Так. В общем, турбину не менял. Единственное, что поменял коробку, ну, пришло время ее, потому что мощность задрана. Автомат или ручка? Ручка. Вот поэтому сам ее уже разорвал, поменял уже четвертое сцепление. Нормально на 347. Очень доволен автомобилем, больше, в принципе, ничего не делал, кроме там, ну, по мелочи, наверное. Едет потрясающе. Не знаю, не хватает только полного привода, поэтому вопрос по поводу А4. Двухлитровая с турбонадувом, полный привод. Ну, вам не преодолевать неприятности, вам просто, чтобы всеми четырьмя, если что, во двор аккуратно вкатиться. Да, и очень важна, конечно, динамика. Вот насколько вы считаете себя искушенным в управляемости? Если в машину заложен вот этот ген эталонной управляемости, вам это важно или так уж и быть без разницы? Евгений, вот вы как водитель... Важно, почему нет, важно. Посмотрите на такую машину, которая, конечно, она Ауди А4, но только она Allroad. Посмотрите на то, как она реализована. Вот эту машину очень многие автомобильные эксперты в семье Ауди вообще берут за точку отсчета. Казалось бы, ну, четверка и четверка? Нет. Казалось бы, Avant? Ну и Avant. Нет. Другое. Вот немножко другое. Вот чуть-чуть. Вот настройки. Вот на этой скрипке играл другой мастер. Вот эту скрипку делал человек с другими руками. И понимая и зная толк, умея распорядиться управляемостью автомобиля, попробуйте на тест добыть или как-то хотя бы просто втереться в доверие к тем людям, у которых эта машина уже есть. Потому что Ауди А4 – это нормально, это хорошо. Ауди А4 Allroad – это замечательно. Эта машина в экспертных оценках, ну, одна из лидирующих. Неспроста. Многие искушенные ее хвалят. Максим, алло. Да, здравствуйте, Сергей. Здрасте. Спасибо вам большое за вашу передачу. Спасибо. За то, что вы позволяете людям не тратить много денег выбирать автомобиль как раз по кошельку и, так сказать, нормальным жизненным циклом. И в связи с этим у меня вопрос. Вот я рассматриваю покупку автомобиля Ford Mondeo с дизельным двигателем. Ну, двухлетовым. Ну, да, хороший двигатель. Как вы считаете, целесообразно ли этот автомобиль покупать на 3-4 года? Да. Или все-таки взять Toyota Camry или Nissan Tiano? А вот это тоже разница, потому что они ведь все по-разному сделаны. И Camry, и Tiano – это другой взгляд на тот же самый класс автомобиля. А тем более, например, если вы замахиваетесь на Tiano на полноприводную. Нет, однозначно цена до миллиона. То есть вы берете Tiano V6, но в 2,5? Да, абсолютно. Ну, кстати, тоже очень достойный автомобиль. И Camry – это тоже правильно. Мондео, они все по-разному сделаны, они все по-разному рулятся, они все по-разному выглядят, они все по-разному вас позиционируют. Если вы регулярно в галстуке, у вас портфель, печать, и к вам приносят взятки, и говорят аккуратно, «Максим, простите, вот тут вот конвертик», тогда Camry, тогда без вариантов. И сразу понятно, что конвертик должен быть уже коробочкой. Если вы сами за рулем, вы едете, вам это интересно, и неважно, какая у вас работа, то, наверное, Mondeo. Хотя, если у вас когда-то был до этого Ford, и вы, например, сопоставляете, ну, словом говоря, с Focus, то Mondeo… Да, у меня Focus сейчас. Ага, тогда Mondeo, он другой. Вот у вас Focus, он все-таки плотненько сбитый, он дорогу держит, и вы с ним едете, и, в принципе, на одном дыхании. Вам вот хочется здесь перестроиться, и он это сделает. Вам вот надо войти так в поворот, и он может. Mondeo, он вас будет немножко осаживать, он будет говорить, «Максим, минуточку, ну вот это куда? Ну вот вы зачем это? Ну, Максим, погоди, все нормально, 145 лошадиных сил, сейчас все будет, но давай вот без этих резких движений». Хотя на резкость он тоже гораст. И у него дизель, с которым регулярно забываю, что это дизель. То есть тяга отличная, по нагруженности, по шумам. Вот рядом стоишь, мотор заведен, не в жизни скажешь, что это дизельная машина. А по ресурсу коробки двигателя не будет, так сказать, проблем? Как вы считаете? Там мины замедленного действия нет, но каждый из нас, и вы, и я в отдельности, это мины замедленного действия. Как мы там что свернем, мы же не знаем. Но вот эти Мондео, эти дизельные аппараты, они по Европе работают такси. Да, я знаю. Хорошо работают. Да, и дизелек на механике, он такой хороший. Хотя мне очень нравится, как, например, у них работает автомат на Мондео. Не, ну автомат, они продаются только с автоматом. Да, но если очень заморочиться, можно найти, конечно, себе и на ручке. Но зачем, когда человек что придумал автомат? Автомат придумали специально для нас, чтобы жить в городе и иногда посещать замкаде. В городе нужно ездить, конечно, на автомате. Но мы с вами не знаем, какое топливо, ну, это уж как повезет. Ну, что делать? Рано или поздно, знаете, это то же самое, как в ресторане. Рано или поздно и в ресторане отравят. Ну, что делать? Точно, спасибо вам большое. Максим, удачи вам, поскольку вы нацелились на очень достойный автомобиль. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Зуфар. Я хотел бы услышать ваше мнение по поводу Pajero Sport. Вот какие недостатки? Какие недостатки? И вот ресурс двигатель. Дизельный вариант. Ну да, дизельный. Потому что бензинка там не особо имеет смысл. Вот сейчас у Pajero Sport, у него после рестайлинга, ну, после вот этих вот вторжений конструкторской мысли, мощность со 136 сил поднялась. А 175, по-моему. Да-да-да, хотя мотор один и тот же. Вот пока он был 136 лошадиных сил, я буквально вот позавчера ездил на этом моторе, меня поразила его топливная экономичность. Потому что я в режиме жесткого оффроуда на полностью заблокированной трансмиссии шел по снежной целине, у меня расход топлива был 9,4 литра. Таких показателей я вообще не знаю у кого. У Ford'а, у Ranger'а такого нет. Да, на механике. Причем механика мне очень мешала. На самом деле в лесу, в режиме оффроуда механика мешает. Нужно ехать на автомате. И сейчас на Pajero Sport'ы как раз идет скидка. И вы можете прийти и купить за полтора миллиона машину, которая раньше стоила заметно дороже. Хотя полтора миллиона это верхний предел разумный. Pajero Sport, ведь это же аппарат, который сразу готов к бездорожному бою. Ну и в городе нормально. Ну, не написано ему на роду скончаться сразу. Знаю таких хороших ребят, которые вот эту машину с данным двигателем готовили ее к ралли-рейдам и ездили в совершенно невыносимых условиях. И этот двигатель уходил по ресурсу за сотку. Хотя, конечно, измывались над ним капитально. А он сто тысяч все равно выдерживал. То есть полмиллиона там они в среднем сопряженных. Полмиллиона мы всегда на это очень надеемся. Многие нам даже это декларируют и обещают. Но практика опровергает. Хотя конструкторская мысль билась как раз над тем, чтобы преодолеть рубеж в 350 тысяч и упереться в отметку полмиллиона. Но, опять-таки, а что мы с вами туда залили? А какое у нас с вами было масло? А какой у нас был температурный режим? А успели ли мы его прокипятить, этот мотор, несколько раз? И вообще, как там складывалась его судьба? Ну, ресурс имею в виду при соблюдении всех требуемых... Ну, Зуфар, если вы перфекционист и вы научились побеждать своего дилера, тогда все будет хорошо. Но вот как раз Pajero Sport это одна из тех машин, которая, как правило, убивает не хозяин. Ее убивает дилер. Техобслуживанием, регламентными работами и таким пренебрежительным отношением клиента из серии. Ха, подумаешь, тоже мне Pajero Sport. Ну, купил бы нормальный Pajero, мы бы Зуфар бы сделали как следует. Есть такой, увы, очень неприятный момент по дилерской сети. Но Pajero Sport, на мой взгляд, это универсальная машина. И хотя некоторые специалисты рекомендуют немножечко там переработать подвеску по амортизаторам, то есть подобрать, вот мне даже жесткости амортизаторов хватает. Причем, что в L200, что в Pajero Sport, просто Pajero Sport, он, конечно, универсальный. Интересно, да. Он достойный автомобиль. И вот когда вам, Зуфар, захочется вот как-то вот по весне что-то сменить в жизни, а у вас есть Pajero Sport, ничего не надо менять, просто сели и уехали в пампасы. И главное, что вернулись оттуда, и не обязательно за трактором идти. Вот эта машина это позволит. Скажите, а полный привод, он отключаемый или постоянный полный привод? Он отключаемый, то есть по умолчанию машина заднеприводная, но поскольку там стоит Super Select, не путайте с Easy Select. Easy Select, он коварен, он заднеприводный. Super Select и нижайший поклон фирме Mitsubishi за Super Select, который позволяет машине постоянно ездить в режиме полного привода. Вы один раз включили этот полный привод и забыли о нем. И можете выключить только когда летом, сухо, и вы идете по ровной трассе и точно знаете, что не будет там никаких неприятностей. По ровненькому, по чистенькому. А на расход топлива влияет это. Простите, что не расслышал. На расход топлива? На расход топлива, да. По большому счету, это не главный фактор, который влияет на расход топлива. Тем более, ну представьте себе, если я на этом моторе рубился сквозь тайгу, и у меня он привез 9,4 литра, а у меня было все заблокировано, все включено, все, что только можно. И тем не менее, 9,4 литра. Но все остальное, это уже не важно. У вас там будет, конечно, аэродинамика, там динамика, в принципе, тормозная, разгонная. Но при таких заслугах этого двигателя, да, вы, наверное, на 100 миллилитров чуть больше потратите. Не переживайте. Вот еще такой, подсветывайте, автомат, или же... Автомат. Автомат. Зуфар, перестаньте верить тем людям, которые рассказывают, что тракторист Вася должен быть на ручке. Нет, все, эпоха автоматов. Тем более, автомат правильный, разумный, разработанный специально под вот эти условия эксплуатации. Очень большое достижение. Ну вот и все. Спасибо вам. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok